Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня необычное видео о волосах. Наверное, я неправильно бьетти-блогер, потому что я не могу похвастаться большой копной волос, густотой волос. Наверное, это все-таки наследственно. Но все же для меня, для вас, у меня есть очень важная и очень ценная информация. Как остановить выпадение волос? Я прошла это на собственном опыте и могу с вами поделиться. Более того, сегодняшнее видео я провожу не одна. С прекрасным бьетти-блогером, с шикарными, у которой шикарные волосы. И ник у нее Татьяна с Ченнел. То есть канал Татьяны. Моя история потери волос, точнее выпадения волос, началась где-то года полтора назад с беременностью вторым ребенком. Вот тогда, в первом триместре, я очень четко почувствовала, что значит лысеть прямо на глазах. Эта ситуация казалась мне настолько серьезной, что обычные средства и маски для волос совсем не работали. Да, конечно, я также смотрю бьюти-блогеров, я также читаю рекомендации трихологов, я также читаю рекомендации косметологов, которые советуют маски, втирания, бальзамы, какие-то новые косметологические средства покупные, все эти втирания репейных мазь. Я все это делала и все это прошла. Да, я пила витамины, да, но все равно выпадение волос продолжалось. Меня настолько это мучило, что по всей квартире мои волосы, кругом, они везде. И в свое время меня, будучи на выставке, меня ноги сами понесли буквально на стенд, где делали диагностику волос. И впервые я свои волосы увидела в увеличенном варианте, да, в увеличенном виде. Выглядело это, конечно, жутко. В идеале волос в увеличенном виде должен выглядеть как волосина, который растет, да, такой толстый стержень, который стоит на ровной поверхности, без перхоти и без поднимающихся чешуи. И к корню этой волосины подходит много-много мелких голубых или там синих сосудов. Это говорит о том, что каждая волосина питает много микро таких вот микрокапиллярчиков, да. И такие волосы густые обычно хорошо растут и не имеют проблем с выпадением. Мои же волосы выглядели по-другому. С капилляров не было совсем, но зато у основания каждого волоса было такое, как, вроде, мне это показалось, как гнездо моха. Выглядело жутко. И консультант, который делал диагностику, она объяснила, что это полимерная пленка, которая забивает протоки волос. Откуда она берется, эта полимерная пленка? Это, во-первых, хлорированная вода. Это какие-то шампуни и средства для укладки, содержащие силикон. Это и так же полимерную пленку укрепляют всякие масла, масла по типу репейного, которые мы втираем в волосы. Вот здесь я подумала, что, господи, что же я делала? Я еще сильнее фактически укрепляла полимерную пленку. Я не хочу сейчас сказать, что репейное масло однозначно вред. Нет, ну, спасибо Боже. Если у вас здоровый волос и у вас нет этой полимерной пленки, то, скорее всего, репейное масло вам будет просто на добро, на счастье, на здоровые волосы. Но если такая проблема, как у меня, и вы понимаете, что волосы ты мажешь, ты втираешь эти маски, а волосы не растут, а точнее даже выпадают еще сильнее, то задумайтесь, возможно, у вас причина выпадения волос, как у меня. И эта пленка, что самое интересное, она не собирается за сегодня или за вчера. Она собиралась годами. Когда я об этом узнала, мне, честно говоря, поплохело, потому что все, что я знала о волосах, сейчас не работало. Это было совершенно иное, и что-то нужно было делать. Но когда после этой диагностики я спросила, подняв глаза на консультанта, с надеждой спросила, ну, что же делать? Она показала мне на стенд, где было четыре, это была программа Босли. Вся, скажем так, вся банальность данной ситуации сводилась в том, что мне предлагали купить один из четырех программ. Программа, кстати, совсем не дешевая, точнее, очень дорогая. Там три пузырька, шампунь, бальзам и какое-то специальное средство. Все упаковано в красивую коробочку и стоит порядка 600 гривен для перевода в рубли умножьте на 4. Этой программы хватает, по-моему, на три недели, но сделать их нужно несколько курсов. Вообще-то получается круглая сумма. И обидно было, что когда ты узнаешь о своей проблеме, о своей болячке, даже скажем так, то решение сводится к назначению каких-то узких специализированных продуктов. Как будто ничего больше решить ее не может. Обидно, досадно? Ну да ладно. Я пошла в Google. Я пошла в интернет узнать, с чем же можно снять эту полимерную пленку. Ну так первый шаг – это все-таки диагностика. Второй – это пилинг кожи волос и кожи головы. Тогда, когда мы пользуемся шампунями, бальзамами и делаем маски, это не является достаточным очищением. Все равно еще для волос, которые склонны к выпадению или выпадают, или тем более имеют такую полимерную пленку, нужен пилинг – глубокое очищение кожи головы. То есть, по другими словами, мне нужно было счистить, снять этот мох, накопленный… Боже, я называю его мохом. Потому что выглядит именно так. Вспомнила про то, что когда-то я попробовала крем-гамаж для головы. Не обязательно использовать какие-то профессиональные средства. Да, есть профессиональные средства для волос, для пилинга, да? Пилинг волос. Но можно сделать простейший пилинг волос. Это солевая маска. Солевой пилинг, точнее, для волос, который тоже действует неплохо, но стоит совершенно копейки. Потому что соль стоит копейки. Второе, что я сделала – я поменяла шампунь. Я стала искать волосы без парабенов, без лариусов от натрия. Решила попробовать с минимума. Не стала брать пока «Натура Сибирику». Взяла из этой же фирмы «Натура Сибирик», из этого же производителя, но этот шампунь бабушки Агафьи. Следующая задача – это вернуть кровообращение вокруг луковиц, да, вернуть кровообращение кожи головы, чтобы каждой луковице, каждой волосе не подходило много сеть вот этих вот капилляров. Более-менее недорогих, но профессиональных средств, хорошим делом является Дарсонваль. Кстати, Дарсонваль стоит в любом косметическом кабинете, у любой косметички, косметолога и даже где-то в селе в парикмахерской, которая якобы оказывает косметологические услуги. Обычно у них большие аппараты, но для домашнего применения можно использовать портативный Дарсонваль. Шикарная вещь, хотя бы потому, что это запатентованное и проверенное действие. То есть косметологи работали Дарсонвальем годами и получали результат. Паркативная насадочка, которая в виде гребешка, проводишь по волосам и между кожей головы и насадкой создается коронный разряд. Он-то и является, насыщает корни волос и кожу головы кислородом. И уже тогда, когда более-менее нормализовалось кровообращение волос, а на этом этапе волосы уже значительно меньше выпадают. Они уже начинают, процесс остановки выпадения начинается уже с правильной очистки, кстати. Когда нормализовали кровообращение, он уже меньше выпадает. И последний этап, это уже восстановление самой текстуры волос. То есть уже можно заниматься самим стерженьком, делать его более гладким, более блестящим, более ровным и так далее. В моем же случае, пока волосы еще не совсем здоровые, заниматься длиной волос было бы, ну, не совсем правильно. Ну, стержень, я имею в виду. Здесь было важно предотвратить выпадение волос, потому что каждый раз, когда я расчесывала волосы или хотя бы трогала руками, они просто спутывались в посекшихся кончиках и выдирались. По этой причине я перестала пользоваться деревянной и с натуральной щетиной. Я не против натуральности. Мне очень нравится эта расческа, но, к сожалению, она очень частая, благодаря щетине, да, и волосы выпадали намного сильнее. Поэтому я перешла на расческу без... Да, она пластиковая, но она с редкими зубьями. И опять-таки, по этой причине я еще и срезала посекшиеся кончики, укоротила волосы, дабы не давать лишний раз повод волосам выпадать. Ну, вот такая программа лечения волос. И если у вас тоже есть такая проблема, я очень надеюсь, что я вам помогла, потому что мои волосы выпадать перестали. В любом случае, тот, кто ищет решение, он его находит. И на пути к здоровым волосам ничего не может препятствовать. Анастасия, а я с вами сейчас прощаюсь. С вами была Оксана Терехова. Заходите ко мне еще. Субтитры создавал DimaTorzok